на канале Культура. Лёд в его самых разнообразных формах покрывает 16% земной поверхности, включая 33% территорий, где всегда лежит снег. Ледники, морской лёд, вечная мерзлота, ледяной щит и снег играют важную роль в климате нашей планеты. Они отражают солнечную энергию обратно в космос, формируют океанские течения и влияют на погодные условия. Есть признаки того, что огромные запасы льда на Земле начинают таять. Чтобы выяснить, что ожидает Землю в будущем, учёные берут пробы льда, а также изучают древние океанические ложи в поисках свидетельств того, как менялся земной климат. Какая судьба уготована нашей планете через тысячу лет? А в далёком будущем? Земля через тысячу лет. 30 тысяч лет назад Земля начала неуклонно погружаться в зиму. Ледники начали покрывать зоны, где ранее преобладал умеренный климат. Лёд стал распространяться за пределы полярных морей. На гренландском ледяном щите нарастали новые слои льда. Та же история происходила с антарктическим ледяным щитом. Эти ледяные щиты образовались в результате того, что на протяжении многих миллионов лет ледниковые периоды сменяли друг друга. Сегодня учёных волнует, насколько эти ледяные щиты устойчивы к изменениям климата. В среднем температура на планете поднялась на 1 градус по Цельсию со времени начала промышленной революции. И до конца этого века она может подняться ещё на 1-3 градуса. Если температура повысится, это повлечёт за собой таяние ледников и повышение уровня мирового океана. Вот что сейчас находится под ударом. Достаточно растопить один лишь гренландский ледяной щит, чтобы уровень океана поднялся на 7 метров. Площадь Западной Антарктиды больше, чем Мексика. Если лёд там растает, уровень океана поднимется ещё на 4 метра. И это не считая огромного ледяного купола над восточной Антарктидой. Если растает он, уровень океана поднимется на целых 60 метров. Исходя из скорости таяния ледников, некоторые учёные полагают, что уровень мирового океана может подняться на 2 метра до конца этого столетия. Почти четверть населения Земли проживает на морских побережьях. Так что повышение уровня моря несёт в себе серьёзную угрозу для жизни этих людей. Какова вероятность подобного сценария? Чтобы это выяснить, учёные следят за состоянием ледяного покрова на всей планете. Также с помощью компьютерных моделей они воссоздают сложные климатические процессы. Изучая, какой климат был на Земле в прошлом, учёные пытаются понять, какой климат установится на планете через тысячу лет, а возможно и в далёком будущем. Периоды таяния и обледенения, как оказалось, являлись ключевыми событиями в истории нашей планеты. За последние 2 миллиарда лет Земля пережила как минимум 5 больших ледниковых периодов. Кислород-18, миллионы лет назад. Холодные периоды сменялись тёплыми, и на те и на другие влияли различные взаимосвязанные факторы. Вулканическая деятельность, эволюция растений и животных, изменение океанских течений, а также дрейф континентов. Мир, такой, каким мы его знаем, обрёл свою форму 50-90 миллионов лет назад. Примерно в то же время континенты начали движение на позиции, которые они занимают сейчас. обе Америки, отделились от Европы и Африки. А Индия отправилась навстречу с Азией. Мир становился теплее. 55 миллионов лет назад произошёл резкий скачок температур, и за каких-то несколько тысяч лет они поднялись на 5 градусов. Уровень углекислого газа поднялся до тысячи частиц на миллион. Сравните эту цифру с уровнем в 280 частиц полтора века назад и уровнем в 400 частиц сегодня. Но за этим последовало похолодание. Благодаря движению литосферных плит Арктика оказалась отрезана от крупных океанов. В результате туда попал дополнительный приток пресной воды, что позволило разрастись там плавающему папоротнику Азолли. Год спустя один гектар этой водоросли уже мог поглощать до 15 тонн углекислого газа. А в это время индийский субконтинент врезался в Азию, образовав таким образом Гималайские горы. В результате процесса под названием выветривания дождевая вода взаимодействуя с открытой горной породой стала растворять больше углекислого газа из атмосферы и вымывать его в море. С понижением уровня углекислого газа температуры тоже пошли вниз. Сравнительно недавно ученым удалось отследить и менее очевидный фактор, влияющий на климат. Впервые это описал в 19 веке сербский ученый по имени Милутин Миланкович. Он заметил, что из-за периодических изменений параметров земной орбиты изменяется и количество солнечного излучения, которое получают полюса Земли. Примерно каждые сто тысяч лет из-за этих изменений на Земле устанавливался холодный климат, и она покрывалась льдом. Каждый ледниковый период затем сменялся межледниковым периодом, во время которого температуры повышались, а лед отступал миллионы лет назад. Эти циклы Миланковича сами по себе были недостаточно сильны, чтобы вызывать изменения. Но они, так сказать, запускали процесс. Чем больше солнечной энергии получают полюса, тем больше выброс углекислого газа в атмосферу, который поглощает все больше солнечной энергии. Чем больше тает льдов, тем больше энергии поглощают океаны. Верное и обратное. Сокращение солнечного излучения позволяет морскому льду держаться и летом, таким образом увеличивая свою площадь в течение следующей зимы. Чем больше солнечная энергия отражается льдами обратно в космос, тем больше углекислого газа содержится в охлаждающемся океане, что приводит к уменьшению парникового эффекта. опираясь на теорию циклов Миланковича, ученые делают вывод, что на Земле снова начинается похолодание, и следующий ледниковый период наступит примерно через тысячу лет. Но для того, чтобы это произошло, уровень углекислого газа должен опуститься до значений, характерных для доиндустриальной эпохи, а площадь ледяного покрова должна снова увеличиться. Пытаясь разобраться в разнообразных составляющих земного климата, ученые также изучают изменения климата в прошлом, чтобы правильно предугадать возможный ход событий в будущем. Сегодня настоящей лабораторией по изучению истории нашей планеты является Гренландия. Ее ландшафты и фьорды хранят в себе сведения о горообразовании, вулканической активности и ледниковых периодах. А главное, о зарождении живых организмов. Находящиеся когда-то в южном полушарии Гренландия постепенно мигрировала на север, как часть того, что позже стала Северной Америкой и Северной Европой. Параллельные горные цепи, которые очерчивают восточное и западное побережье Гренландии, сформировались примерно 300-400 миллионов лет назад. За последнее время огромный ледяной щит, который находится между этими горами, стал подтаивать и сокращаться. Чтобы получить полномасштабное представление о том, что на самом деле происходит с этим ледяным панцирем, ученые используют данные, полученные с самолетов и спутников. Используя спутник Грейс, им удалось определить объемы льда, которых лишился остров. Розовым цветом обозначены участки с самым серьезным сокращением льда. С 2003 по 2009 год остров потерял около триллиона тонн льда, в основном вдоль береговой линии. Ученым интересны главным образом крупные прибрежные ледники. Изменение высоты ледяного покрова с 2003 года, высота в километрах. Прежде чем эти ледники достигнут моря, их лед проникает в несколько узких каналов. Они действуют как плотины, удерживающие ледяной щит на месте. Когда температура воздуха и океана повышается, эти ледниковые плотины становятся нестабильными и могут прорываться в виде уплывающих в море айсбергов. Этот процесс называется обламывание ледника. Ледник Якобсхавн расположен на западном побережье. От него откалывается около 35 миллиардов тонн льда в год. Самый быстро движущийся среди всех ледников Якобсхавн сейчас двигается в сторону моря со скоростью 17 километров в год. Это в три раза быстрее, чем он двигался в середине 90-х годов. Также на северо-востоке есть гигантский ледник Захария Истром. Когда-то он считался последним стабильным ледником в Гренландии, а сейчас он несет свой внутриконтинентальный лед к северо-восточному побережью. С 2003 по 2014 год этот ледник отступил на 20 километров и потерял 10 миллиардов тонн льда. Ледник Захария Истром. Есть признаки того, что таяние может снова ускориться. Особенно летом, когда растаявшая вода собирается в небольшие водоемы на поверхности ледяного щита. Когда эти водоемы углубляются, вода из них может просочиться сквозь трещины во льдах. Это также может ускорить таяние, потому что с водой тепло проникает в само основание ледяного панциря. Когда это происходит, трение между горами и льдом уменьшается, за счет чего скорость движения ледника увеличивается. Гренландия лишается своего ледяного покрова в нарастающем темпе. Стоит ледяному щиту растаять, как почти вся Гренландия уйдет под воду. Останутся лишь мелкие островки. Но со временем Земля, потеряв лишний вес в виде льда, снова начнет подниматься. Чистая масса внутриконтинентальных льдов окажет такое сильное гравитационное воздействие на омывающий остров океаны, что одно это вызовет локальный подъем уровня моря. по иронии судьбы в случае экстремального таяния уровень моря за тысячи километров от Гренландии наоборот опустится. Более отдаленные прибрежные районы переживут подъем в среднем на 7 метров. Насколько вероятно, что Гренландия растает? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в последнем межледниковом периоде, который наступил 115-130 тысяч лет назад и получил название Эйэмское межледниковье. В те времена уровень углекислого газа в атмосфере соответствовал доиндустриальным показателям, а глобальные температуры были лишь немного выше. И, несмотря на это, районы Крайнего Севера, которые теперь стали Тундрой, были покрыты лесами. В 19 веке голландский ученый, который выделил этот период, заметил, что, судя по останкам ископаемых моллюсков, ареал их обитания находился значительно севернее, чем сейчас. Сегодня полагают, что тогда в Северном полушарии скопилось большое количество солнечной энергии, в результате чего температура в Арктике значительно поднялась. позже это тепло поглотили непокрытые льдом моря и разрастающиеся северные леса. Последствия имели глобальный характер, и уровень моря тогда был на 4-8 метров выше, чем в наши дни. Чтобы выяснить, что происходит с гренландским ледяным щитом, ученые запустили программу исследования образцов льда с большой глубины. Ее официальное название «Проект бурения ээмского льда на севере Гренландии». Изучив образцы льда, ученые выяснили поразительные детали. Если бы мы оказались в Гренландии в начале ээмского межледниковья, мы бы обнаружили, что температура там была на 8 градусов выше, чем сегодня. Тем не менее, в самой плотной точке ледяной панцирь лишился всего лишь 25% льда. Таким образом, Гренландия добавила не более 2 метров к общемировому подъему уровня моря. Еще один метр вероятно прибавился в результате расширения океанской воды, вызванного повышением температуры. моря. Что же привело к дополнительному подъему уровня моря? Ученые обратились к самому большому ледяному щиту, покрывающему континент Антарктида. В Антарктике хранится 90% всего льда, а также 70% мировых запасов пресной воды. Примерно 250 миллионов лет назад скованной ледяным панцирем сегодняшняя Антарктида была местом, где росли леса и текли ручьи. Этот более теплый и влажный мир отличался большим разнообразием животных растений. В этот период известный как Пермский Антарктида располагалась в самой южной точке сверх континента под названием Пангея. В те дни Антарктида купалась в лучах тропического солнца. Когда Пангея начала распадаться, Антарктида сдвинулась еще южнее, как часть южного суперконтинента Гондвана. Примерно 130 миллионов лет назад в земной коре образовалась целая серия трещин, и Гондвана отделилась от Южной Америки и Африки. А 85 миллионов лет назад наконец отделилась и Австралия, и Антарктида осталась сама по себе. Посмотрим, как обстояли дела 50-65 миллионов лет назад. По всему миру теплая погода медленно сдавала позиции более прохладному и сухому климату. В районе Антарктики стали преобладать хвойные и другие морозоустойчивые растения. Некоторые районы превратились в тундру. лед лед уже не таял круглый год, постепенно образуя толстый щит. В это же время мощные ветра, которые обдували полюс с запада на восток, породили циркумполярное океанское течение. Это самое сильное течение в мире, как бы отгородило континент от тропических вод к северу от него. Новый климат установился на Земле как результат сочетания нескольких факторов. Снижение объема углекислого газа, изоляция Антарктиды, отражение от увеличивающегося ледяного щита все большего количества солнечной энергии обратно в космос. Миллионы лет назад, примерно два с половиной миллиона лет назад, наша Земля вступила в последний большой ледниковый период, в котором мы живем до сих пор. Он называется четвертичный период. Год за годом океанские штормы слоем покрывали снегом и льдом поверхность районов Антарктики. Сегодня это самое ветреное, сухое и холодное место на Земле. Здесь нет постоянных людских поселений, только несколько тысяч ученых и обслуживающий персонал, который проживает на разбросанных по материку исследовательских станциях. На советской станции Восток в июле 1983 года ученые зафиксировали рекорд отрицательной температуры минус 89,2 градуса по Цельсию. Недавние расчеты, основанные на спутниковых данных, показали, что когда-то температура падало еще ниже. Минус 93,2 градуса по Цельсию. То скромное количество снега, которое здесь выпадает, никуда не исчезает и лишь добавляет веса общей массе континента. Это хорошо видно на примере того, как снег и лед окутывали исследовательскую станцию на Южном полюсе. Этот геодезический купол построили в 70-х. Когда в 2009 году пришло время закрывать станцию, вход в нее был практически погребен под снегом. Глубина льда в этом месте достигает 4 километров, так что нет оснований думать, что он скоро растает. Насколько это верно, можно узнать из этого поразительного радиолокационного снимка. Восточная часть континента в дальнем углу снимка является стабильным сегментом континентальной коры. В то время, как в западной части есть впадина, глубина которой на 2500 метров ниже, чем сегодняшний уровень моря. здесь, в море Амундсена, лед исчезает со все возрастающей скоростью. И это учитывая, что ледяной покров и так сильно сократился. На этой реконструкции континент максимально покрыт льдом. Так он выглядел 20 тысяч лет назад. Сравните это с современным изображением. Внутри континентальный лед движется по западному побережью в сторону океана со скоростью около 100 метров в год. Потом этот лед превращается в плавучие шельфовые ледники, которые омываются океаном. Когда шельфовые ледники разрастаются, они становятся подвержены образованию трещин. Например, вот эта гигантская трещина некоторое время назад появилась на леднике Пайн-Айленд. Через два года от него откололся айсберг площадью 720 квадратных километров. Ученые весьма обеспокоены процессами, которые происходят под этими шельфами. В настоящее время условный Южный океан, омывающий континент, стремительно теплеет. Примерно на две десятые градуса каждые десять лет. Эта тенденция стала одним из самых занимательных поворотов в истории климатических изменений. В то же время летом в Арктике период таяние морского льда увеличился. Объемы морского льда стабильно сокращаются. Март, сентябрь 2015 года. А тот, что остается, в некоторых местах становится тоньше примерно на метр в год. И все же морской лед это продукт сложного сочетания различных факторов. Вокруг Антарктиды последние годы можно наблюдать увеличение площади льда и его толщины. Одним из объяснений может быть то, что усиливающиеся ветры, дующие вокруг полюса, собирают лед в более плотные и мощные образования. Другим объяснением может служить то, что талая вода образует слой холодной и пресной воды, который как бы покрывает морскую воду и в свою очередь замерзает. Эта тенденция изменилась в 2016 году, когда морской лед в Антарктике неожиданно сократился до самых малых размеров с 1979 года. Именно тогда начались наблюдения со спутника. До сих пор неясно, стало ли это результатом непостоянства природы или долгосрочных изменений. В конечном итоге количество воды, которое содержится в полярных льдах и ледяных щитах, зависит от условий вымывающих их океанах. Это одно из последних изображений со спутника Грейс. Оно отражает недавние изменения в Антарктике. Участки, где объемы льда сокращаются, обозначены розовым и красным цветом, а участки, где его объем увеличивается, голубым. Европейские ученые зафиксировали ту же тенденцию, проанализировав данные со спутника Криосат-2. Отслеживая изменения в высоте антарктических льдов, они обнаружили, что континент терял ежегодно по 159 миллиардов тонн льда с 2010 по 2013 год. И скорость этого процесса возросла на 31% в год по сравнению с пятью предыдущими годами. Самые крупные потери понесла западная Антарктида, когда целая серия быстро движущихся ледников растворилась в море Амундсена. Отдельные специалисты предупреждали об этом еще в далеких 60-х. Основной причиной они называли усиление ветров, которые преобладают на этом континенте. Разница температур по сравнению северными районами возросла и скорость местных ветров увеличилась. Морякам, которые не побоялись принять вызов, Южный океан предоставил самый короткий путь вокруг света. Сегодня из-за сильных ветров относительно теплой воды, которая обычно находится в глубине Южного океана, оказались гораздо ближе к поверхности. И эти теплые воды начали подмывать шельфовые ледники, которые отходят от внутриконтинентального льда. Спутниковые снимки десятилетней давности показывают, к чему это приводит. У побережья западного антарктического полуострова расположился шельфовый ледник Ларсена. На фото, сделанном в начале февраля 2002 года, видно, что ледник Ларсена начал разрушаться. А уже 7 марта того же года он совсем раскололся. Бесчисленное количество айсбергов отправилось в морское плавание. Лишившись поддерживающего эффекта шельфа, ледники, которые он удерживал, набрали скорость, и теперь они добавляют в океан по 27 кубических километров льда в год. И так происходит не только в этом месте. Одна группа ученых разбила лагерь на уходящем в море Амундса на леднике Пайн-Айленд. Ученые углубились на 500 метров толщу льда, чтобы отследить изменения температуры, течения, минерализации воды и плотность льда. Они выяснили, что теплые воды подмывают шельфовый ледник снизу, и он тает на 6 сантиметров в день. Или почти на 22 метра в год. Другая группа использует спутниковую съемку и воздушную радиолокацию, чтобы отследить подобные изменения в масштабах всей местности. Красным цветом обозначены ледники, которые движутся быстрее всего в точке соприкосновения льда и океана. Плавучие шельфовые ледники моря Амундсена. Здесь видно, где ледники постепенно образуют шельфовый ледник, вроде ледника Пайн-Айленд. Скорость этого потока постепенно увеличивается. ледник Хейнса, ледник Поупа, ледник Смита, ледник Кохлера. Самые заметные изменения ученые наблюдают у ледника Смита. Он самый маленький в этой группе. Ледник Смита. В 1996 году в этой точке вода, лед и земля встретились под ледником Смита. К 2011 году эта так называемая линия налегания сдвинулась на 35 километров назад. То есть скорость ее продвижения составляла более двух километров в год. Попробуем убрать ледяной щит с континента. Красными стрелочками обозначена самая высокая скорость потока. Как видно, эти быстро движущиеся ледники лежат в углублениях, некоторые из них расположены даже ниже уровня моря. Чем дальше отступают линии налегания, тем больше морской воды может просочиться в эти подледные бассейны. Для большинства ледников не существует естественных преград, вроде холмов или гор, которые могли бы затормозить их движение. Чем больше ледники ускоряются, тем больше вероятность, что ледяной щит за ними начнет разрушаться. Если это произойдет, то причина будет не только в климатических изменениях. Ученые обнаружили, что потоки воды в нижней части ледника расположены слишком высоко, чтобы объяснить их проникновением морской воды. Трансантарктические горы делят континент на восточную и западную Антарктиду. Они появились из-за гигантского разлома, который образовался в кристаллической плите. ученые зафиксировали заметную сейсмическую активность. По их словам, магма кипит на глубине 25 километров. Также они выяснили, что геотермальная активность под одним из крупнейших ледников, ледниковом Туэйтса, тоже вносит свою лепту в процесс таяния льда. Чтобы предсказать будущее повышения уровня моря, ученые сфокусировались на ледяных щитах Гренландии и Западной Антарктиды. Растаев, они одни обеспечат подъем уровня моря на 12 метров. Массивному ледяному щиту Восточной Антарктиды до сих пор уделяли мало внимания. Из-за его размеров и устойчивого холода он казался невосприимчивым к тенденции к потеплению, которая установилась на Север. Новые исследования дают ученым повод задуматься, насколько он действительно стабилен. самая уязвимая зона Восточной Антарктиды находится здесь. Этот район называется Земля Уилкса. Под весом льда некоторые части бассейна опустились на 2 метра ниже уровня моря. Если растопить такой лед, этого хватит, чтобы уровень моря поднялся еще на 3-4 метра. В данный момент считается, что ледяной щит Уилкса вполне стабилен. Это значит, что объем льда, который тает или уплывает в море, восполняется льдом, который формируется внутри континента. Что случится, если баланс на Земле Уилкса будет нарушен? Ключевую роль здесь играет местоположение. Шельфовый ледник здесь покоится на серии хребтов, поднимающихся со дна моря. Эти хребты действуют как заграждения, которые не дают выйти ледникам и ледяному щиту за их пределы и начать сползать в океан. Если потеплевшие воды станут подмывать лед, который находится на этих хребтах, то ледяной панцирь может начать движение в сторону моря. Эту проблему можно сравнить с перевернутой бутылкой, наполненной водой. Если снять крышку, гравитация сделает свое дело. Если лед придет в движение, его будет уже не остановить. Насколько вероятен такой ход событий? На примере гораздо менее крупного ледника Пайн-Айленд ученые показали, что там шельфовый ледник уже вырвался на свободу и подводные преграды его не остановили. Отделение прибрежных ледников Антарктиды это процесс, который начнется через столетия. Но стоит ему начаться, и это будет означать постепенный подъем уровня моря в обозримом будущем. Текущее исследование изменений в Антарктике основывается на данных о двух межледниковых периодах. Плеосенском, который имел место 3 миллиона лет назад, и последним Емском. Учитывая скорость, с которой Антарктика теряет лед в наше время, ученые заключили, что уровень моря может подняться на целых 2 метра до конца этого столетия. К 2500 году непрерывное таяние антарктического льда может привести к поднятию уровня моря еще на 15 метров. Опасность состоит в том, что даже если человек возьмет под контроль парниковые газы, дополнительное тепло, накопившееся в океане, обречет нас на столетия непрерывного таяния ледников и повышения уровня моря. Как это повлияет на нашу жизнь в ближайшую сотню или даже тысячи лет? Изменения, которые мы ощущаем в нашей повседневной жизни, связаны в основном с развитием технологий, политикой, и культурой. Города, задающие тон современной жизни, такие как Нью-Йорк, Лондон, Гонконг и другие портовые города по всему миру, росли и развивались в течение столетий. У этих городов долгая история, а поднятие уровня моря может поставить их существование под угрозу в относительно короткие сроки. Также не стоит забывать о миллионах жителей, которым придется переселяться с побережья вглубь континентов, что означает нарушение устоявшихся связей и большие потери для бизнеса. По теме таяния ледяных щитов и поднятия уровня моря до сих пор нет однозначных прогнозов. Неизвестность порождает страхи, которые ученые пытаются заглушить рациональными научными доводами. Критики говорят о возможных погрешностях, свойственных даже научным расчетам. Они ставят под сомнение надежность предсказаний компьютерных моделей. Политики продолжают спорить, множатся теории заговора. С каждым годом у нас становится все меньше вариантов решения проблемы. Из истории ледяных щитов на нашей земле можно сформулировать важное заключение. В периоды, когда уровень углекислого газа и температура растут, лед тает, а уровень моря повышается. Какой будет судьба нашей земли в ближайшие столетия и тысячелетия? Что будет с миром, который мы знаем, который воспитывал и поддерживал нас? Земля продолжит вращаться. Она никогда не перестанет меняться. Иногда быстро, иногда относительно медленно. Это динамичная живая планета. автор сценария и продюсер Томас Лукас Композитор Джон Эверис Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТРК КОНЕЦ Продолжение следует...